Рядовым гражданам не положено знать, насколько загрязнена почва в регионах, где они живут. Похоже, такова позиция китайского Министерства охраны окружающей среды. Оно отказалось публиковать полные результаты исследования состояния почвы, назвав их государственной тайной. Результаты четырёхлетних проверок, которые завершились ещё в 2009-м, недавно запросил в своём письме пекинский юрист Дун Джен Вэй. Он проводит собственное расследование, подозревая, что уровень загрязнения почвы может представлять опасность для населения. Предоставить содержание государственного отчёта ему отказались. По мнению Дуна, власти не имеют права скрывать эту информацию, а то, что они это делают, может свидетельствовать лишь о том, что результаты плохие. «Закон о государственной тайне в Китае имеет широкое определение. Власти могут произвольно подводить под это понятие что угодно, и это дефект в правовой системе. Однако, согласно действующим законам об открытости действий госорганов для общественности, информация о защите окружающей среды, особенно о состоянии почвы, не должна расцениваться как государственная тайна». Власти КНР на протяжении многих лет отрицали, что вода и воздух в стране сильно загрязнены. Серьёзность ситуации режим признал лишь недавно, когда очевидность проблемы уже невозможно было замалчивать. На прошлой неделе Министерство охраны окружающей среды КНР подтвердило существование в Китае так называемых раковых населённых пунктов, тех, где из-за состояния окружающей среды риск заболеть раком в разы превышает среднестатистический. По официальным данным, в стране таких городов и деревень около двухсот, при этом независимые исследователи называют цифру в два раза больше. В отличие от воздуха и воды, степень загрязнения почвы промышленными выбросами на глаз определить сложно.